По итогам зимнего сезона кайтсерфер из Чувашии Сергей Скрипин вошел в тройку лучших в этом виде спорта по стране. Успех нашему спортсмену сопутствовал почти на всех состязаниях, в том числе и международного уровня. Победы даются только большим трудом. Зимой полеты на снегу, летом на воде. О самых сложных этапах соревнований Сергей рассказал нашей съемочной группе. Небо, полеты, свобода. Приручать ветер Сергей Скрипин начал 9 лет назад. За это время удалось побывать во многих городах, познакомиться с единомышленниками из других регионов и стран, завоевать множество наград. Но достижение не главное, просто приятное дополнение к любимому занятию. Кайтсерфинг – это хобби, без которого жизнь немыслима. Счастье и радость, конечно же. Вообще забываешь обо всех проблемах. Просто летишь навстречу мечте какой-то. Этот зимний сезон выдался очень успешным для Сергея. Золото, серебро и бронза – медали разного достоинства он привозил с каждого чемпионата. В марте Сергей стал триумфатором международного марафона «Жигулевское море». Он проходил в акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти и собрал более ста участников из России и других стран. По результатам девяти гонок у нашего спортсмена серебро в дисциплине сноукайтинг, курс-рейс на лыжах и золото в марафоне. Два дня участники летали на кайтах, в общей сложности преодолели 160 километров. Состязания стали испытанием на стойкость и выносливость. Первый день марафона было очень тепло, оттепель и оборудование, особенно лыжи, просто не скользили. И тут работать надо было именно на выносливость. Второй день был, наоборот, очень холодно, примерно минус 15, был очень сильный порывистый ветер, где скорость развивалась примерно 75-76 километров в час. Были очень большие надувы. Ветер колебался от 5 до 15 метров в секунду. Это невероятно сложно для управления кайтом. Нужно маневрировать, подстраиваться, а еще правильно выбрать купол, учитывая скорость воздушных масс. Поменьше или побольше для сильного или слабого потока. Сергей справился со всеми испытаниями. Также на финальном этапе Кубка России по парусному спорту, который неделю назад прошел в Мурманской области, наш спортсмен стал бронзовым призером. И третьим по стране, по результатам всех соревнований. Это не повод расслабляться, уверен он. Зависит от ветра, от погодных условий, чтобы тренироваться. Но по возможности два раза в неделю мы тренируемся. Волга – тренировочная площадка для кайт-серферов почти круглый год. Простора, чтобы разгуляться, хватает. С 1 мая начнется летний сезон. Кайтинг – интересный вид спорта, захватывающий, говорит Сергей. Хотелось, чтобы ему больше внимания уделяли на республиканском уровне. И чтобы молодежь приходила заниматься и устанавливать мировые рекорды. Их наши спортсмены пока еще не достигли. Зимний сезон теперь уже точно завершен. Лед и снег вскоре растают. Так что спортсменам остается только ждать лето, чтобы приступить к тренировкам уже на воде. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.